Девушки отдыхают Сама понимаешь, но беспокоиться не о чем Мотоцикл быстро отремонтируют, верно, брат Тахир? Отремонтируют? Значит, быстро отремонтируют, так? Тогда я сделаю так, чтобы его не смогли отремонтировать Асье, Асье, дорогая, перестань Пусти Успокойся Я его разберу на части Пустите, отпусти меня, брат Тахир Отпусти меня Дорогая, вдохни поглубже Прошу тебя, Асье, вот выпей Дорогая Послушай, в твоем положении нельзя так нервничать Вызови сюда врача, пусть меня выпишут отсюда Ты ведь слышал, что они сказали? Вечером тебя выпишут О, Аллах Тебе бы следовало радоваться тому, что ты так легко отделался Ильяс Аллах даровал тебе жизнь Я едва ли с ума не сошел, когда увидел тебя лежащим без дыхания Ты себе не представляешь, что со мной было? Скорейшего выздоровления, брат Как ты? Ты нас так напугал? Я в порядке, в порядке Что с мотоциклом? Ты спрятал его? Спрятал у брата Тахира Только там произошел ужасный скандал Что случилось? Брат, у Асье был нервный срыв Она вдруг взяла кувалду и побежала к мотоциклу Не может быть Клянусь, брат Брат Тахир, я, Салиха Мы едва ее удержали А потом у нее был сильный стресс Мы все перепугались Черт побери Хелин тоже начала всем рассказывать про бизнес Уже все об этом узнали А тут еще эта авария Неужели так сложно держать язык за зубами? Ильяс Обсудим наш бизнес Ну, пока никого нет Да это невозможно Асье точно бросит меня, брат Я отказываюсь Хелин не согласится, если тебя не будет с нами Ну, что я могу поделать? Это ее дело Неужели мы откажемся от такой прекрасной возможности? Только потому, что твоя жена рассердится Брат, перестань Благодаря тебе и мы смогли бы немного заработать Мы ведь здесь и работу не можем найти Такой возможности больше не будет, брат Ильяс может оформить все на мое имя А как ты это сделаешь? Все будут так думать Сам понимаешь Сейчас мы не можем все всем рассказать Если бы не эта авария Но теперь мы должны хранить молчание Придется потерпеть Ильяс, со временем Асье все увидит То есть, ее неприязнь Хелин пройдет Но если сейчас мы будем ждать, пока она успокоится То мы упустим все поезда Пойми это То есть, я должен солгать своей жене? Девушкам нельзя все рассказывать Не предавай нас Сосие ты все уладишь Брат Я со вчерашнего дня вижу это кафе во сне Я даже стеллажи там мысленно поставил Друг, у нас будет свое дело Разве это плохо? Будем заниматься любимым делом Будем иметь дело с мотоциклами Послушай, друг, это тебе не детские игрушки Всем нам нужны деньги А тебе, между прочим Деньги нужны Особенно Хорошо Ладно Больше не буду об этом Но Ильяс будет работать с этой Хелин Это сведет его отца с ума Он хочет, чтобы его сын работал в мастерской Даже если дела его пойдут в гору А вдруг он попадет в аварию И разобьется на этом мотоцикле Вот, выпей Все, Асье, перестань Думаю, у этой женщины плохие намерения Тебе следует принять меры Не говорите глупости Даже если у этой женщины намерения такие Думаете, Ильяс на нее посмотрит? Вы женаты всего три дня Он слепо влюблен в тебя Я пытаюсь держать язык за зубами Но почему так происходит? Почему человек становится глупцом и слепцом, когда влюбляется? Вы что? Алло Хорошо, мама Я скоро приеду Асье Веди себя хорошо, ладно? Мне нужно идти К нам приехала моя тетя Мама там забегалась Моя Асье расстроена У моей Асье был нервный срыв Ревнивеца ты моя Ну все, перестань Иди уже До свидания, брат Тахир До свидания Береги себя Да поймите вы Это будет выглядеть Как соперничество с отцом Но при чем тут это? Разве у твоего отца есть кафе? Он продает мотоциклы? К тому же он уже несколько лет даже не притрагивается к мотоциклу Скорейшего выздоровления, зять Хоть ты нас ни во что не ставишь И не приглашаешь на вечеринки Я пришел пожелать тебе скорейшего выздоровления Благодарю Ну рассказывай Как это произошло? Кстати, где Асье? Скоро придет Почему ее нет рядом? Ну да, разумеется Она на тебя сердится Потому что ты не сдержал слова И снова взялся за старое Верно? Она поехала домой Возьмет вещи и вернется Прекрасно Ты попал в аварию на мотоцикле Которую подарила тебе Твоя бывшая девушка Так? Ты неверно проинформирован Она не бывшая девушка А спонсор Да это не имеет значения Сынок Неужели ты никогда не бросишь это? У вас есть огромная мастерская Благодари за это Аллаха, зять Будь умнее У вас отличный бизнес Из самой бурсы приезжают клиенты Цени это, зять Цени Ты посмотри на нас Каждый день подвергаем себя опасности Из-за каких-то копеек Была бы у меня такая возможность Да еще и в аварию попал Нет, как ты умудрился Вроде умный парень Редактор субтитров А.Семкин